Здравствуй. Здравствуй. 3, 4. Всем привет, я Александр Рогов. Ольга Шуранова. Добро пожаловать на Рогов Live. И прямо сейчас случится невероятное, яркое, модное событие. Это шоппинг-влог, формат, который вы все любите, обожаете и постоянно просите. Мы с вами вместе, с Оленькой, с Сашенькой, с Машенькой, отправляемся по магазинам. И идем мы сегодня в Метрополис. Метрополис. Метрополис любим. У Метрополиса новый этап, появляются новые магазины, новые очереди, появляются новые бренды. И я хочу, как будто бы сегодня по-новому взглянуть на этот ТЦ, который мы любим. Да, мы всегда в нем шоппимся. Это правда. Да, есть он на нашей шоппинг-карте. Это правда. Не врет девочка. Отправляемся в Метрополис или Метрополис, как правильно? Кстати, я не знаю. Если вы знаете, как правильно говорить Метрополис или Метрополис, пишите. Но мне почему-то кажется, что Метрополис. Метрополис – это большой ТЦ с удобной навигацией. И мы в нем отлично ориентируемся. Как уже сказала Шу, Метрополис и всегда на нашей шоппинг-карте. Если мы покупаем вещи для героев, ищем какие-то вещи для составления луков. В общем, Метрополис всегда на нашей карте имеется. И на вашей карте должен появиться, если вы здесь еще не были ни разу. Там есть и кафешки, тут есть кофемания, что важно. Запишем влог, пойдем есть. Но без вас сразу прошу прощения. И перед тем, как мы отправимся в пучину шоппинга, перед тем, как вам расскажем, по каким магазинам пойти, хотя что уж я подприкалываюсь в названии этого выпуска. Вы уже прочитали, куда мы пойдем. Оленька расскажет, во что она одета. Давай. Сашенька расскажет, во что она одета. Да. Супер. Так, начнем, как всегда, с обуви. Это лоферы от бренда Lime. Ого. Колготки мини-ми, кстати, очень классные. Я прям всем рекомендую. Рекомендую. Вот эти беленькие, они из разных цветах, очень приятные на ощупь. Да? Да, потрогай. Очень приятные на ощупь. Вот, костюмчик тоже от Lime. Вот, я сегодня Lime поддерживаю. Жакет, один из самых моих любимых. Смотрите, что это за бренд. Это бренд Рогов. Вау. Да. Сумку эту уже видели, сумка-ведро от дублет. И на шею у меня такое украшение от Vivienne West, вот, с жемчужинками и с сферой. И браслетики тоже из жемчуга. Это российский бренд Julky. Боже, по всем прошлось. А очки на тебе какие? Да. Очки Fakashima с черным черном. Видали? Шу российские бренды поддерживают по максимуму. Я российские бренды сегодня поддерживаю по минимуму. На мне из русского только вот эта майка Рогов Шоп, все остальное. Balenciaga. Вот такие смешные треники с пришитой толстовкой. Пожалуйста. Сверху пиджак из моей любимой коллекции Клоны от Balenciaga. Он называется «Как-то я забыл как». На мне таби. Такие бордовые, кстати, знаешь, что важно. Видишь вот эти пылинки на носах? Это парижские носики, да. Да, да. Это с Парижа все еще осталось. На них специально не мыл. И на мне новая моя любимая сумка. Это сумка Chanel. Вроде бы Chanel Flap. Но на самом деле это сумка из какой-то конкретной коллекции «Париж-Сеул» 2016 года. Купил я ее на Оскелли. И очки на мне моя любимая Balenciaga. А мальчика? Рогов Шоп, я сказал. А трусики? А трусики? Подожди. Рогов? Прикиньте, и трусы рогов. У нас нижнее белье для мальчиков наконец появилось. Есть брифы короткие. Есть вот такие длинные, которые люблю я и ношу каждый день. На себе полгода тестировал перед тем, как запустить. В общем, мы заболтались. Идем в Метрополис. У нас будет классный живой шопинг-флог. Надеюсь, что-то примерим. Возможно, что-то купим. Побежали. И начнем сегодняшний аппарат. Обзор в трусарде. Мы с Шу здесь неоднократно были. И я каждый раз говорил, блин, хочу обзор. Хочу обзор. Хочу, чтобы мы вместе сходили в трусарде. Трусарде это... Сейчас мы с вами подтвердим эти слова, но скажу то, что я думаю, до входа в магазин. Это классный баланс цены-качество. Классный дизайн. И там даже есть уникальные вещички. Пойдемте их посмотрим, найдем. И какие-то из них будем вам рекомендовать. Ты даже сумку хотел здесь купить. А вдруг сегодня этим все и закончится. Есть мужская коллекция, есть женская коллекция. Ребята, на нас внимания не обращайте. Мы тут ревизию небольшую устроим. Давайте с женского начнем. Девочек у нас в подписчиках больше. Что такое трусарде? Это итальянский бренд. Это middle up. Это недешево. Но при этом для качества, которое вы здесь можете найти, цены, как мне кажется, хорошие. Например, вот это дизайнерское платье-туника. Это платье из классной вискозы. Кстати, напоминаю, обзоры не рекламные. Не рекламные же. Вот ребята даже не знали, что мы придем. Говорим, что думаем. Это платье стоит 25 тысяч рублей. Но тут вы видите дизайн. Тут вы видите сложный крой. Тут вы видите закрытые швы. В общем, рекомендую для тех, кто хочет одеваться нестандартно. Вот тоже, например, вискозы 34 300. Это очень красивое платье. Смотрите, это не просто платье-комбинация. Мы часто говорим, купите платье под одевалку. И есть множество брендов, где есть платье под одевалку. Они простые. Просто скроенные с швами и скроенные по косой. Здесь, смотрите. Здесь, смотри, еще какая-то штучка. Здесь веревочка. Здесь вот такой необычный крой. При этом реально скроено тоже по косой. Хорошо сядет по бедрам. И это платье и под одевалка, и не под одевалка стоит 34 тысячи рублей. Но это очень красиво. Ну, это, в принципе, сейчас какая-то такая, конечно, не средняя цена, а высокая цена. Но в русских брендах во многих тоже такие же цены. И давайте включим режим бабка-рогов. Не тетка в сером, а бабка-рогов. Так, швы у нас обработаны оверлоком. Швы у нас все ровные. Внутри нет смысла их закрывать, иначе платье будет слишком топорщица. Поэтому швы открытые. Мне нравится. Это красиво. Да, супер. Мне не нравится. То есть, чтобы вы понимали, мы пока... Чтобы вы понимали, мы показываем не только, что нравится, но и то, что не нравится. Это нам не нравится. А я повешу, спасибо. Нападаете на нас. Нас хотят выгнать. И это нам не нравится. И то, что нам не нравится, стоит... Стоит... Ни хрена себе. Сколько? 45 тысяч. Окей, поехали дальше. Это нам не нравится. Это нам нравится. Правильно. Очень классная юбка. Русалка Кор. Ой, вообще... Супер, да? Так, это нам нравится. Классная, добротная, базовая, приталенное, не оверсайз пальто. О, заметьте, это пальто стоит 58 900, дороже среднего. Но давайте тоже посмотрим на качество. Швы ровные, лацканные, как я говорю, идеальные. И цвет пальто шикарный. Ну, не знаю, в каком-нибудь 12 торис еще дороже. Ну, да. А это все-таки трусарди. Это нам, как вы поняли, не нравится. Еще одна сложнокроенная юбка. То есть, если вы хотите просто фоновую, базовую черную юбку, идете в Зарину. Если вы хотите сложнокроенную, необычную, нестандартную, идете в трусарди. И тратите на нее 8... А, кстати, а что значит красный и зеленый кружок? Это вещь у нас по сейлу. Это вещь по сейлу. И какая скидка? 50%. 50%. 50%. То есть, юбка будет не 18 300 стоить, а 9 150. Ничего себе. Класс. Это хорошо. А вот они. Это нам не нравится. И вот то, ради чего сюда мы шли. Это культовые сумки для бренда. У бренда в какой-то момент сменились креативные директора, но их вроде бы тоже уже уволили. Это вот, собственно, после них осталось. И я, честно, подумываю над тем, чтобы в моем гардеробе появилась вот подобная сумка. Здесь есть мужская, похожая. Вот до мужского зала, до мужской зоны доберемся, ее посмотрим. Прикольная сумка. Классно выглядит. Да, мне нравится. Она необычной формы, нестандартная, с какими-то очень простыми вещами. Будет классный акцент. Такая космическая, немножко из натуральной кожи есть. Вот здесь есть еще и с ткани. А это, кстати, что-то новенькое. Да, смотри-ка. Смотрите, еще новая форма вот такая появилась. Посмотри, сколько стоит, кстати. Вот эта серенькая у нас стоит, сейчас, 69,400. 69,400. Это стоит 58,900. Она из плащевки с кожаными вот такими жгутами. Вот эта прикольная черная, 57,400. Но они красивые. Да, красивые. Здесь еще фурнитура очень такая добротная, поэтому... Еще одно классное платье в стиле Неглиже. И это платье стоит 24,500. И видим здесь зеленый-красный кружочек. 12,250 будет стоить это платье. Мне оно очень нравится. Очень красивое серое платье из добротной ткани, что важно. Это тоже прикольно. Смотрите, трикотажный топ с имитацией бюстгальтера. Тоже со скидкой, но здесь зелененькое. Наверное, это минус 30, да? Зелененькое, это минус 30, 25,500. Это значит, где-то 18,000 будет стоить. Симпатично. Это нам нравится. Очень классный тренч. И давайте его обсудим. Это альтернатива базовому банальному тренчу. Смотрите, здесь пояс встроен в спинку. Как удобно. Появляется кулиска, пояс не упадет. Красивый лацкан, хорошо все это исполнено. Хочется найти цену. Я хочу, чтобы он был на сейле. Но он не на сейле. 62,400. Но это дешевле, чем покупать условно Бербери. И Бербери выглядит сейчас как пресная классика. А вот это что-то новенькое, интересное, с дизайном, с наворотиком небольшим. Но базовым этот тренч я тоже могу нахвачить. Это супер, конечно, находка. Потому что я вот когда этот тренч ношу, у меня все время этот прикосится. Да, и здесь можно его не завязывать. Получается такой достаточно прямой силуэт или силуэт трапеция. Можно завязать, и такая драпировка на спинке появится. Но вот эти вещи из вискоза, из вискозы, просто супер. Это очень красиво. И цвет шикарный, да? Это очень красиво. Тоже минус 30 на эту юбку. Примерно 18 тысяч рублей она будет стоить. Ну, это вообще супер цена. Это красиво. Так. Вот это прикольно. А, ну вот, смотрите, немножко мюглеризма. У нас здесь как будто бы джинсы мюглер. Смотрите, с какими необычными карманами. И сейчас вам кажется, что джинсы эти слишком навороченные. Да, навороченные. Да, мы спорить не будем. Но если их замиксовать с чем-то базовым, будет круто. Или превращаемся. Ну, это прямо лук, знаешь, когда ты идешь в тотал луки на показ, да? Ну да, и тогда еще обувь нужна от бренда и сумочку. Да, и вот эту сумочку. Вот. Тотал лук. Но мне очень нравится. И эта куртка. Классные дизайнерские находки. И вроде бы навороченная, при этом достаточно понятная. Хорошо очень все исполнено. Хочу цены. Ищи цену. Мне кажется, в кармане где-то. Чуть давно мы на шопинг не ходили. Я чуть-чуть стесняюсь. Стесняешься? Да, капельку немножко. Ну а что, мы сейчас по регионам ездили. Знаете, в таких магазинах были, что трусарди сейчас. Это просто радость невероятная. Люксиком лечимся. 23 700. Пошла. Спрятали, видать, дорого. Очень дорого. 43 100. Потерпите, мы сейчас с вами до мага дойдем. В маги пошаримся. Все будет хорошо. Посмотрите на красивые, добротные, качественные вещи. И напоминаю, мой любимый постулат. Мы живем что? Все посредством. Да? Да. Тоже вот это красиво мне нравится. Кстати, знаешь, что я подумал? Что трусарди это даже немножко ботега Венета при Дене Лили. Вот, например, пожалуйста, ботега. Чуть-чуть ботега Венета. Как будто бы очень красивый бомбер из плотного хлопка, укороченный, с резиновой нашивкой на спинке. И стоит он, внимание, 40 700 рублей. Но пока не переключайтесь. Будет вам доступно. Будет. Дайте качество потрогать. Ну, просто посмотрите. Ну, тут шов к шву. Вот смотрите, стежок к стежку. Как все это мелко прострочено. Знали ли вы, что если мелкие вот такие строчки, это значит, что вещь качественная. Чем шире, чем длиннее строчки, тем дешевле вещь. Давайте посмотрим, что из аксессуаров. Мне очень нравятся эти босоножки, шу глянь. Ага, это, видать, одна серия, смотри. Смотрите, тут вот эта штука вот так поворачивается. Кстати, классные лоферы. Очень классные, вообще супер. Про лоферы вы знаете. Лоферы обувной транссезон. Кстати, в обувной магазин мы сегодня тоже с вами еще заглянем. Очень красивые босоножки. Стоят они, стоят они... 30... Я буду верить, что это 31 900, а не 51 900. Очень красиво. А вот эти 43 100, очень классные. Супер. С белыми носочками прям кайф будет. Это очень красиво. Жаль, что не снимается, да? Было бы здорово, если бы она снялась. Что еще здесь? Просто сумки более базовых форм. Вот такая стоит 34 900, красивого цвета. Единственное, что она не молочная. А я, знаете, как опишу, она с такой небольшой зеленцой. Не просто будет в образе интегрировать, если вы так же паритесь, как я, из-за цветовых сочетаний. Если вы не паритесь из-за цветовых сочетаний, вот здесь есть представитель этой когорты, то вам будет легко. Красивая форма, универсальная на все времена. Вот такая еще есть, 24 200 маленькая. Красивая. И вот такая еще есть немножко жильзандер, да? Симпатичная. О, я так люблю. А у вас там сейл какой-то, да, что ли, идет? А там минус 70? Нет. 50? Да? Давайте в сейл не пойдем, хочется новенькое смотреть. Пойдемте в мужское. Я скажу, кстати, так, что я примерял вещи Труссарди, но для меня XL Труссарди маловат. Поэтому это тоже для тех, кто любит фит или кто не любит оверс... Вау, мне кажется, она таки... А есть 42. Я сейчас примерю. 41, попробуй. Давайте попробуем. У меня 41, но в последнее время моя нога стала 42. Сейчас. Кстати, вы спрашиваете, как я ношу таби? Вот, берете носочек вот так. Смотрите, смотрите, берете носочек, между пальцев вот так вот делаете и потом залезаете. Не, мне кажется, они маломерки. Да, нужно 42 или даже 43. И по ощущениям, вообще чуть ли не 39. Да, я померю, попробую. У меня 41, но женский. Ну, вот это женский 41. Вот, да, да. Красивые. Красивые? В общем, ждем, я примерю. Если они подойдут, я бы такие купил. Да, они супер. Красивые. Ждем со склада, будем примерять. Ну, кроссовки как кроссовки. Чем-то на Раф Симмонс похожи. Вот эти чем-то похожи на Прадо или на Конверс. Нью Беланс даже. Да, чуть-чуть Нью Беланс. Вот эти симпатичные. Если вы, например, брезгуете носить Конверс, вам, например, не по возрасту или не по ощущению. Как это? Бывает такое? Ну, бывают такие, конечно. Эти стоят 12 тысяч рублей. Хорошая цена, кстати, вот на эти 12 тысяч. Конверсы сейчас тоже 1015 стоят. Вот, я про это и говорю. Вот, пожалуйста. О-о-о. Офигенная куртка. Смотрите. Куртка-рубашка со старинным эффектом. У меня в руках размер 50. Ну, я прав, это маломерки. То есть вот это не 50, это скорее 46-48. Ну, очень классно. Это натуральная кожа. И эта куртка-рубашка стоит 57 тысяч рублей. Кстати, хорошая цена. А бомбер вот такой со старинным эффектом стоит 57-100. Вот это классно. Мне очень нравится. Можно с какими-то широкими джинсами носить, а можно, наоборот, в рок-н-ролльчик все это увезти. С джинсами дранами, узкими. Какой-то платок еще на шею взять. И девочкам. Да, вот это классно. На девочку тоже такая чуть-чуть мотоциклепная. Давайте прервемся на пару минут. Скоро вы продолжите смотреть выпуск. А пока у меня философская минутка. Давайте поразмышляем вместе, где находится источник вашего вдохновения. Для меня это, безусловно, творчество. В самом-самом широком смысле слова. Я делаю классное мейковер-шоу. У меня есть бренд одежды. Я люблю блогинг и общение с вами. Предполагаю, что для многих из вас таким источником вдохновения, впечатлений и эмоций являются путешествия. Сейчас, как когда международные сервисы бронирования приостановили работу, важно найти альтернативу, которой можно доверять. Представляю вам приложение One Two Trip. Это лидер онлайн-рынка сервиса путешествий в России и странах СНГ. Его главное преимущество – возможность организовать всю поездку в одном месте. За пару кликов забронировать жилье по секретным ценам, купить билеты на самолет, поезд, автобус, арендовать автомобиль и даже заказать экскурсии. В приложении One Two Trip все работает и все есть. Во-первых, огромная база российских и зарубежных отелей и апартаментов. Более 2 миллионов вариантов, которые по-прежнему можно оплачивать картами любых российских банков. Во-вторых, более 800 авиакомпаний, из которых 100 – лоукостеры. Все это и многое другое объединяет выгода. Например, сервис предлагает скидки до 37% на бронирование отелей в течение 5 дней после покупки билетов. И до 15% кэшбэка с каждого бронирования в виде бонусов. Вы получаете их на личный счет в приложении и сможете потратить на другие поездки. One Two Trip – это удобно, доступно и выгодно. То, что нужно прямо сейчас. Скачивайте приложение, продумывайте ваше следующее путешествие, ищите источники вдохновения и не забывайте, что мода может стать одним из них. Я тому пример. Продолжаем смотреть шоппинг-блог, вдохновляемся, воодушевляемся и планируем покупки. Так. А я спланирую путешествие. Вот симпатичная куртка на осень. Мне нравится, очень на Прадо похожая. Стоит 38 900. В Праде такая будет, стоит 1200. Поэтому... Да. У тебя даже похожая есть плащ. Да, Прадо. Да. Ну вот эта симпатичная тоже. Просто черная. Просто черный бомбер. 47 400. Очень хорошие джинсы. Смотрите, они чуть-чуть расширены, и здесь очень интересно сделан кро. Видите? Вперед выходит шов. Маш, следи за пальчиком. Следи за пальчиком. Вперед выходит шов. И вот здесь внизу еще есть вот такой манжет с небольшим заострением. Наверняка его можно даже вот так подвернуть и носить таким образом. Это хорошие джинсы. А, ничего себе. Да, мне они нравятся. И они стоят 18 300. И почему-то на мужских вещах пока мы не видели ни зеленого ценничка, ни красного. И уж тем более не видели и зеленый, и красный. Поэтому скидок на мужское нет. Саш, мне кажется, они как-то вперед на ботинок прикольно набрасываются. Ну, либо на ботинок, либо ты подворачиваешь и носишь вот таким подворотом. Ой. Это хорошо. Единственное, что скажу, когда мы заходили сюда полгода назад, так называемого дизайна было больше. Ну, я думаю, раскупили все, да. Помнишь? Да, были классные сложно скроенные рубашки женские с приталенностью. Может, они в сейле? Не знаю. Какие-то куртки были классные. Сейчас сейл глянем, на самом деле. Одним глазиком. Хочу посмотреть, что здесь есть еще из мужского. Это нет, это нет. Это да. Это нет, это нет. Треники серые, да, еще никогда никому не мешали. Вот, хороший бомбер. Можно, кстати, парные луки здесь пилить. Там есть женский укороченный. Есть мужской, чуть-чуть удлиненный. Стоит он 40 700. Это хорошо. Серая толстовка на молнии. Один из трендов сезона благодаря показу Миу-Миу и осенне-зимней коллекции Миу-Миу. Меня, конечно, смущает, что здесь есть лого, но оно такое, знаете, не очень внятное. Просто такая собачка, которая кусает себя за хвостик. Вы же видите? Маш, иди, смотри. Видишь, собачка укусила себя за хвостик. Так, эти джинсы, да, это тот же самый фасон, что серые, но с небольшим застиранным эффектом. Есть вот такие каргу, кстати, неплохие, с заниженной линией шва. И вот, наконец, мы нашли сейл. Они стоили 25 900, сейчас стоят 12 450. Видите, я сегодня не только бабка рогов, я сегодня еще и щитовод рогов ни разу еще не ошибся. Вот, смотрите, классный мужской костюм. Леша Сухарев, мы лук для тебя нашли. Супер. Сложно скроенные джинсы, куртка вот с такими вточными элементами. Кстати, скидка 30%, куртка стоила 3800, будет стоить где-то 21 тысячу рублей. И это для Леша Сухарева, он чуть меньше ростом, чем я. Он более такой сухой, и вот на нем я это вижу. Леш, ой, Леш, вот. Супер, да. Вот это супер, очень красиво. Есть еще другой вариантчик, вот. Но это уже попроще, она простая. Джинсы 22 тысячи стоили, минус 30 будет где-то 16 тысяч рублей, плюс-минус. О, тоже прикольный бомбер. Да, тут, видимо, все, что было вот с тем самым дизайном, оно до сейла осталось. 47 400 и 30% скидка, очень классный. Офигенный серый бомбер, тебе даже вместо этой куртки подошел бы. Да, да, померю. Классный, давайте примерим. Девочки, тоже в Турсарде загляните, минус 30%. Вот этот бомбер супер, кожа такая хорошая. Что-то на сейле, вот на том, какой-то отстой прям совсем. Во. Вот именно на девочку. Вот я сейчас надену, буду как лох педальный. Хотите покажу? Как кто? Лох педальный, как бабка в сером растянутом. Ну, бабка в сером. Ну, хотя, знаете, сейчас надену, и будет классно. А я в шоку буду говорить. Сейчас, знаете, надену, и будет классно. Кстати, мне нравится. Ну вот, видишь, не лох педальный, а фэшн-икона. Так, где мой микрофон? Я бы сюда, знаете, добавил, что супер-супер-супер широкие джинсы. Вот у меня баленсы есть, вот эти застиранные слегка. Будет очень красиво. Ну, это правда хорошо. Ну вот. Видишь? Такая еще есть вообще 50%. Ох, подсветка какая-то. Да, сейчас тоже надену. Так, сорян, потому что я не заход, но что-нибудь бесслышно. О-о-о-о. А это тоже натурально. Да. И важно. И важно. Это опять про маломерки. Это 54 размер на мне. 54. Это максимальный, да? Надо посмотреть. А вдруг есть 56? Сейчас глянем. А ты какой носишь? 52? Ну, я ношу 50. Ну, как, я ношу оверсайз. Я ношу, я ношу эску. Вот, гляньте. А дай вот это посмотреть. Давай. Ну, смотрите. Нет, подождите. Как с ума посходили с тобой. Ну да, это маленький. Какой мангульер. Серый максимальный. Да. Красивый. Подождите. В общем, бомберы в Труссарде супер. Вот этот черный классный для девочек. Смотрите, как интересно здесь сделаны плечи. Вот этот зеленый офигенный. Вы в масс-маркете такого не найдете. И цены хорошие пока. Бегите скорее в Труссарде. Это правда. Вот еще коричневый. А мы как сумасшедшие, да? Вообще. А, ребята, у вас же есть вот эта мужская сумка тканевая, которая как собака? Сейчас я вам покажу еще одну вариацию вот этой сумки. Культовый. Культовый, как громко звучит. И будем примерять лоферы. Мне вот этот понравился больше. Очень красивый. Почему на него не минус 50? Вот этот, кстати, вообще супер цена. 29,100. Минус 50. Будет 4... Может, мне надо такое? 14,550. Вот. Смотрите, есть еще вот такая более спортивная версия сумки. Вот эта необычная форма. Это плащевка такая плотная, непохожая на Прада. Сумка эта стоит... Сумка эта стоит... Сумка эта стоит 54,900. И к ней идет вот такой спортивный ремень. И я вообще обожаю сумки с отстегивающимися ремнями, потому что их можно заменить вообще потом на другие. На кожаный, на ремень от другой сумки. И вот этот бомбер-бомба. Да. Я вот думаю, может, мне надо. На него сколько скидка? 30. 30. Это сколько он будет? 2030, наверное? Нет? Побольше? 35? Он будет стоить, ну, типа, 32-33 где-то. Ну, норм. Так, ну что? Я примеряю лоферы. Давай. Принесли? Пожалуйста. А это какой? 43. Вот они похожи на правду. Еще раз демонстрирую, как в телемагазине. Не на правду, а на правду. Так. Ой, они классные, мне очень нравятся. Сейчас пятку сломаю. Нет, все, 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 все. Красивые. Очень. Да? Да. Тебе надо такие. Да, это красиво. Ну, наверное, 43 я погорячился. 42 будет тоже нормально. То есть здесь, наверное, где-то погрешность на размер. Но я бы взял 43, потому что их можно носить с плотными такими носками. От Ксюш Смо, например. Вот с этими сам. Куплю я их или нет, вы узнаете из моих соцсетей. Рубашки не показали женские. Ну, пойдемте. Смотри, вот они все тут. Вот, это то, о чем я тоже говорил, дизайн. Вот такие рубашки-блузы с кулисками. Вот такое платье из хлопка с имитацией Баски. А Баска, между прочим, один из трендов сезона. Баска возвращается. Из подвязки. Хлопковое платье с драпировками, но на высокую. Это на высокую девочку. Здесь талия низко. Что еще здесь есть? Вот такая какая-то блузочка. О, а вот эти платья еще в разных цветах здесь есть на сейле. Минус 50, 12, 250 будут стоить. В голубом цвете, в пудрово-розовом, в черном. Супер, в общем. А это вообще бомба. Вы видите, как ножки будут здесь выглядывать, коленочками светить. Будете вообще бойфренда, как найдете себе, как замуж выйдете? 32, 400. За 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей. Так, мы навели шорох здесь в Труссарде. Предлагаю выставлять оценки. Дизайн магазина Нормуль 4 за коллекцию. Учитывая тот факт, что дизайн мы здесь нашли, и вещи классные, добротные, я ставлю 5. Цены, особенно на сейле, супер. И продавцы классные. За все опять. Ребята, можете себе поаплодировать. А мы продолжаем шопинг-флог. Напоминаю, мы с вами вместе в Метрополисе. Открываем для себя Метрополис заново. Кстати, поговаривают, что в Метрополисе будет куча открытий в этом сезоне. Да, приходят еще какие-то бренды, новые площадки, будут какие-то мероприятия. В общем, будем следить за Метрополисом, за его жизнью. Мы любим Метрополис. В Воронеже покупали классные туфли для героини. Мы купили для героини классную сумочку. Не за дорого. Как вы понимаете, у нас не гипергигантский бюджет для программы «Рога в городе». Я сейчас говорю об этом. Шоу в Москве в рандеву мы тоже заходили и находили именно необычную, артефактную, прикольную обувь. Поэтому я хочу, чтобы на вашей карте шоппинга рандеву появился. Заходите, там есть классные акции. Да, много людей всегда, да, много продавцов. Но всегда можно сказать, я разберусь сам или сама, или попросить совета. Давайте зайдем в рандеву, посмотрим, что там есть. Пойдем, да. Огромный ассортимент просто. Да, здесь очень много всего, поэтому не пугайтесь, когда в магазин заходите. Всегда можно спросить у продавца, где какая категория находится. И еще в рандеву появилась одежда. Класс. Рандеву теперь это еще и магазин одежды. Шоу, давай, чтобы не сойти с ума. Мы сейчас быстро оглядимся в магазине. Давай. Я предлагаю подобрать либо, например, 8-10 пар трендовой обуви, или просто интересная, которую мы рекомендуем. Ну и одежду чекнем. Но нам всегда нравится трендовая, поэтому... Да, давай трендовая. Давай. Ты налево, я направо. Встречаемся где-то. Да. Даже как пример, эта сумочка со скидкой стоит 6 тысяч рублей. Очень классная. Смотрите. Ой. Ну просто надо приноровиться. А, вот так. И научиться ее застегивать. Красивая. Ну вот, балетки. 2 500. Смотрите, какие смешные. Да, характерные, да, нарядные. 2 500, супер цена. А ты собираешь уже или нет? Нет. А я уже собираю. Молодец. Ну и что-то набрала уже. До фига. Смотрите, шу уже тут какие-то находки. ММ6. Притащила. Здесь ММ6 есть. Это тоже ММ6. ММ6, это вторая линия Мезон Маржелла. Вот, маскина классная, с клепками. Так, подожди, давай, не показывай все. Давай, иди еще. Еще иди еще. Я тут в вещах поковыряюсь. Дубленки здесь какие-то классные, натуральные есть. Вот это вообще супер. Смотрите, такая дубленка-авиатор. Маскина джинс. 64 тысячи рублей стоит. Натуральная. Подглядываешь, да? Саш, тут Маржелла. Маржелла. ММ6. Одежда. Драный свитер у меня такой же похожий есть. Ой, извините. Вот, смотрите. Классный какой. Вот это вообще супер. Да, я тебе говорю. Ну, цена как бы кусачая. 63 тысячи 290 он стоит. Выглядит супер. Ну, как супер. В смысле, он выглядит настолько плохо, что это супер. А вот, смотри, покоцанная. Молью поеденная. Смотрите. А это что? Вообще супер. ММ6, наверное. Это тоже ММ6. Конечно. Ну, что там у тебя? Я вот, смотри, вот такое нашел. Для тех, кто баленсиагу не поносил, есть альтернатива. Вот это прям кейт. А вот такое нам надо на узлах. Ну, можно взять, да. Так, давай еще пять минутчик. Боже, что мы это смотрим, как смешно. А это кто придумал? Это, мне кажется, Марси... Офичины креативо. Офичины креативо. Ну, вот, смотрите. Что-то у тебя меньше улово. Ну, да. Ты потому что как-то быстрее тренды видишь. Офичины креативо беру. Ну, возьми, да. Офичины креативо беру. Быстренька, простите, пожалуйста. А вы на свадьбу выбираете, да? Я так и понял, какие хотите. Не знаю, любопытец или боец или боец. Да, а можно? Да, да. А вы жених? Ой, нет. Нет, нет. Да вы с женихом пришли. Ну, как раз, да, сломали голову уже. Ну, я бы брал точно какие-нибудь акцентные. Потому что, может быть, даже вот эти. Вот эти? Я первая. Как будто вы, если возьмете простое, это платье будет простовато выглядеть. А платье вроде бы напыщенное, но здесь просто объем. Я как будто бы вот эти витиеватости взял. Вот такие вот беленькие. Ты меня не узнал? Узнал, мы с тобой работали, да. Здравствуй. Как дела? Хорошо. Ну, все, обслуживай. Обслуживай, я пошел. Хорошая свадьба. Хай. Хай. Смотри. Я мужское даже кое-что захватил. Так. Давай по очереди. Ты свое, я свое. Ты свое, я свое. Давай. Первое, что я нашел, я уже сегодня вам об этом говорил, вот такую толстовку на молнии. Классная, серая, петельчатый футер. И классная цена. Смотри. 4,290. Супер. Бренд Мезон Давид. Я бренд такой не знаю, но знакомлюсь на ваших глазах. Ты другой Мезон знаешь. Есть Мезон Маржела, и здесь ММ6 тоже есть. Есть Мезон Давид. Ой. А я, кстати, почему ты не смотрела одежду, но тогда буду... Ну, я посмотрел, смотри. Так. Давай тогда ты одежду сначала все покажешь. Ну, давай. Подходит. Мальчикам и девочкам берем. Я нашел вот такую косуху. Смотрите. Из натуральной кожи. Косуха легкая, не тяжелая, с кармашком. Стоит 55,990, но мне кажется, хорошую косуху из натуральной кожи дешевле, как будто бы уже и не купишь. Ну да, она так и стоит примерно. Это к тому, что в рандеву есть еще и одежда. Здесь есть тренчи, пальто, трикотаж, дубленка. В общем, можно заглянуть не только за обувью. И давай мужской ассортимент покажу. Давай. Я не то, чтобы прям много всего взял. Во-первых, вот такие прикольные, запечатанные кожей кеды. Я нашел, смотри. Да, интересно. Здесь подошва запечатана в кожу. Они еще и на меху. В общем, если вы хотите зимой носить теплую, удобную обувь. Вот. Это, кстати, тоже Мезон Давид. Мой фаворит из мужских брендов. Еще я нашел для любителей итальянской классики, но при этом с приколюхой. Такие, как будто бы потрепанные, поношенные ботинки. И они на распродаже стоят 12800 рублей. Из натуральной замши. Я бы такие застилизовался чем-то мешковатым или наоборот с какими-то простыми классическими брюками. И вот такие ботинки на зиму я нашел. Немножко похожи на Александра МакКвин. Смотрите, здесь есть такая металлическая деталь. Она проглядывает сквозь такую натертую, не лакированную, а именно натертую, наполированную кожу. Хорошая тракторная подошва. И они тоже что? На меху. Это покупка на зиму. Честно вам скажу, если вы хотите максимально универсальную пару ботинок купить, покупайте без меха, потому что их можно будет носить и летом, и осенью, и зимой, и весной. Меховые мы носим, конечно, когда погода уже подпортилась и на улице холодно. Но эти классные стоят они 18 390 рублей. Кожа натуральная, мех натуральный. Поэтому цена абсолютно оправданная. Теперь давай ты. Так, ну я нашла вот такой ряд обуви. Какой цвет шу любит? Дайте отгадаю. Вот такой. Так, во-первых, давай начнем с ботинок. Одни есть Доктор Мартинс и бренд Тенденс. Сделали аналог Доктор Мартинс. Доктор Мартинс стоит 16 990, а эти 10 тысяч рублей. Из натуральной кожи подойдут под все, что угодно. С белыми носочками носим. Супер модно. Да, и хочу сказать, если вы зависите от бренда и вам важно именно Доктор Мартинс купить, здесь есть. Если вам не важно, что это Доктор Мартинс, пожалуйста, купите Тенденс, и они стоят в два раза дешевле. И они, если честно, даже удобнее, потому что очень мягкая кожа, и вы сразу же сможете их носить. А Доктор Мартинс будете неделю разнашивать. Вот. Как эксперты рекомендую. Второе Moschino Love. Клепки в тренде, поэтому выбрал такие туфли-лодочки. Ну, тоже считаю, что такие острые, классные. Подходят, в общем. Да. Еще одни лодочки из лакированной кожи. А теперь ты давай, или я все покажу. Нет, давай я покажу. У меня вот здесь Афичино Креативо. И это реально Афичино и реально Креативо. Вы посмотрите, похоже немножко на Марсель. Есть такой бренд, но они очень дорого стоят, а эти со скидкой 20 тысяч рублей. Здесь пальчики, правда, будут торчать, поэтому не забудьте сделать педикюр. А где делать педикюр, я вам рассказывал. Мы идем в Four Hands. Понимаете? Либо можно ногти отрастить на ногах. Нет. Давайте без этого. Еще что мне понравилось, вот такие ботильоны без молнии с широким голенищем, они, конечно, абсурдные. То есть, такую обувь нужно носить, если вы такую форму понимаете. Еще и микрокаблучок. Это даже меньше, чем Киттенхилл. Очень похоже на Кейт, в хорошем смысле слова. Стоят они 15 990 рублей. Это тоже Танданс. Еще один любимый бренд у нас здесь появился. И покажу вот такие сапоги, похожие на сапоги Ле Коголь от Баленсиага. Они не делают вид, что они Баленсиага, что важно. То есть, это похожий дизайн в стиле нулевых, вот с этими веревочками. И на устойчивом каблуке тоже Танданс. 24 130 рублей. А цвет только такой был? Да, только такой. Какой-то сомнительный, да? Был бы черный, было бы идеально. Так, у меня, значит, следующая пара это ММ6. Это для любителей скандинавского минимализма, для любителей Old Celine, Kate. Вот такие вот туфельки смешные. Да, у них такое классное, очень высокое декольте. Обязательно их примеряйте, потому что если у вас высокий подъем, вот здесь могут надавливать. Но если хорошо сядут, смотреться будут отлично. И еще смотрите, какой прикол на набойке. Набойка с шестеркой. Красивые, мне они нравятся. Подожди, цена. Кстати, цена супер. Они стоили 51 тысячу рублей, сейчас стоят 20 560. Идеально. Так, следующее, это вот такие вот балетки, туфли из лакированной кожи. Кожа козленка, кстати. Вот с такой вот штучкой в стиле чуть-чуть мил-мил. Тоже с белыми носочками или вот с белыми колготками. Вот, под твой лук. Да, под мой лук идеально. Да. Мне нравится перепонка, украшенная кристаллами. Мне кажется, что они достаточно удобные. Единственное, что каблук квадратный, тоже осторожнее в них ходите. Вот можно квадратным каблуком набить себе косточку. Прям аккуратненько, надо приноровиться к ним. Тоже танданс. Цена 9 990 рублей. Выглядят гораздо дороже. Следующие это вот такие вот тоже тенденц, тенданс уги. Именно укороченные. Актуальны всегда. Не нужно заморачиваться. Можно носить... Как Белла Хадид. Да, и Белла Хадид, и кто еще там? Хейли Бибер. Все ходят, да, с носками надели и пошли. Классные. И, кстати, у них цена недорогая. 5 140, при этом замша натуральная. Супер. Эти кайфушные. И к ним можно отнестись как к стилеобразующим, ну реально прям стилек пилить. А можно просто купить их, не знаю, уходить на прогулку с собакой. В них удобно. И такие даже летом можно носить. Поставьте себе перед выходом. Быстро обулись, побежали, дела свои сделали, собак погуляли, мусор выбросили. И вам хорошо. Но при этом это еще и реально актуальнейшая модель. Да, и цена супер. Ну и последнее, это вот такие вот мазкино-казаки из Денима. Мне кажется, это прикольно. Можно лучки в стиле Total Denim запилить или просто чем-то носить. Или вообще смотреть топ-10, который совсем скоро на канале выйдет. Мы будем говорить там о самых актуальных сумках сезона. И там будет речь о сумках из Денима. Вот еще и обувь из Денима присоединяется к сумкам из Денима. И давай по сумкам. Так, ну я всего две взяла. Во-первых... Я вот эту жду, ты будешь сейчас наносить. Нет, 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 это моя. Так, это ММ6. Первая сумочка это из металлизированной такой кожи, тоже транссезонная, как мы знаем. Вот. А вторая вот такая смешная, меховая. Я бы даже сказал, знаешь, что это сумка-подушка. Тоже один из трендов сезона. Сумка, на которой можно спать. И я тоже вам покажу вот такую забавную прикольную сумку. Это тоже Афичино Креативо. Еще один мой любимый бренд. Сумка на узлах, мягкая, из натуральной кожи, ни на что глобально не претендующая, при этом прикольная и акцентная. Слушай... Какие делаем выводы? Ну, мне было очень интересно на самом деле искать здесь обувь, вещи и сумки, потому что, ну, типа, есть разные ценовые сегменты, очень классно находить в недорогих брендах какие-то очень интересные трендовые туфельки. Я хочу сказать так. При входе в магазин, конечно, сначала страшно, потому что очень много вещей, очень большой ассортимент, много полок. Но если отнестись к тому, что здесь происходит, как к поиску сокровищ, то это очень увлекательно, потому что можно найти реально очень классные экспонаты, очень интересные экземпляры. При этом, что важно, есть дополнительные скидки, есть какие-то приятные бонусы, есть, насколько я знаю, приложение, которым можно пользоваться. В общем, рандеву для меня это открытие. Спасибо Воронежу и спасибо городам, в которых вообще ничего не было, а рандеву были просто отдушены, мы находили там самые креативные вкусняшки. Давай рандеву ставим за дизайн-магазин четверочку. Ну, магазин, как магазин полки, да полки с покупателем, никто не заигрывает, не делает здесь каких-то невероятных инсталляций ненужных. Ты приходишь в магазин обуви, аксессуаров, все это видишь, покупаешь, идешь благополучно дальше. За ассортимент пятерка. Пятерка 100%. Просто на любой вкус, и моя мама здесь что-нибудь найдет, и моя сестра что-то купит, и для меня здесь что-то теоретически найти можно. Даже я бы себе что-то купила. Еще и одежда есть. Из-за обслуживания никто к нам не лез. Это уже хорошо. Ну, а если вам помощь нужна, смотрите, сколько консультантов в зале всегда вам помогут. Все. Рандеву супер. А купили мы что-нибудь в рандеву или нет, вы узнаете из наших соцсетей. Продолжаем шопинг? Продолжаем. Пошли. Ну, вот это точно вписалось бы в твой гардероб. Ну, вот эти доктор Мартинс точно. И вот это. И вот это. Ну, я вполне вот это обул бы. Да вот это тоже. Так, все, Маш, не подглядывай. Напоминаю, вы смотрите шопинг-влог. Это Олинг Шуранова. Я Сашенька Рогов. Мы рассказываем вам о классных, интересных вещах. Каждую трогаем, каждую пробуем. Мы сейчас в Метрополисе. Проходим мимо Твинсета. Упожаю. Там Патриция Пепп. Там тоже много прикольных вещичек. Можно найти Коченелли, Фурла, Майкл Корс. Здесь Боджи Милано. Что-то мужское. Здесь откроется Стрелсон, видимо, мужской. Это к тому, что будут появляться новые магазины в ТЦ. Вот 12 Stories здесь есть, но в 12 Stories мы не пойдем. Мы в дорогом магазине сегодня с вами уже были. Шу. Да. Ну давай, в очередной раз проверим Мак. Да. Идем в Мак. Мак, бойся. Ну ладно, у нас нет задачи обосрать. У нас есть задача показать вам ассортимент. Идем. Ну это значит обосрать. Нет. Ну вдруг там хорошо будет. Вряд ли. О, кстати, какая-то прикольная кофта. Смотри. Это русские бренды. А, это какой-то универмаг здесь на третьем этаже есть. Смотрите, какой прикольный кардиган удлиненный. И мне нравится, что он сужающийся. То есть вот здесь застегиваете, а вот тут по бедрам идет. Но если у вас здесь есть, то возможно будет сидеть некомплементарно. Это платье Label B 18900. Я, кстати, этот бренд знаю. Ушу есть вот такой шарф от Label B. Это екатеринбургский бренд. У меня много чего. В серии из Екатеринбурга я снимался в шортах Label B. Мне ребят прямо там и подогнали, потому что я слишком теплый бренд взял. Бренд классный, кстати. Label B супер. Ходите обзор Label B, пишите. Кстати, забыл напомнить. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, вообще пишите, что хотите. Напоминаю, все обзоры у нас какие? Классные. Независимые. Пойдемте. Дизайн какой-то. Давай с витрин начнем. Боже. Как думаете, пришито? Я надеюсь, что нет. Блузка уродская. Блузка не алло, а топ вот этот. Вроде бы ничего. Джемпер с высоким горлом, как в рогов шоп. Здесь мы видим, кстати, какой-то наворотик, жилет на одно плечо. Такое я еще не видел. С кривым, видишь, вверхом. Ну да. Сшито не очень. Пойдем. Хотя на витринах обычно вещи в идеальном состоянии должны быть. Кожа натуральная, да. А вот они. Да, симпатичный тренч. Кстати, да. Единственное, что все, конечно, не отвиселось еще. Все такое. Кожей пахнет. Ой! Фу! Немножко не отвиселось. 16. Ну вы знаете, для тренча из натуральной кожи 15 990 рублей неплохая цена. И, возможно, чтобы я сделал, я бы его не отвисал бы. Я бы его еще сильнее помял, попшикал бы, чтобы он мятый был. Смотри, как он здесь прикольно смотрится. Такой мятый, как будто бы он из сэшки. Вот еще. Вот еще один тренд на мятые вещи. Тренд мне это нравится, но фасон, конечно, опять такой несовременный. Вот эта резинка ни туда, ни сюда. 4 599 рублей стоит это платье. Если хотите такое, берите огромное, чтобы оно было не по фигуре. Чтобы оно было таким огромным. облаком на вас. Ну вот. Ну так, ну ничего. Здесь мы с вами видим вот такие ботфорты. Это уже эко, конечно, кожа. Намек на баленсиаго, квадратная пятка. Каблук необычной формы, пластиковый. Ботфорты стоят 5999 рублей. Ну, цена хорошая, конечно. Ну, один раз для фотки. Ну да, это обувь для фотки, для вечеринки. Знаете, вот чтобы не жалко было. Или в клуб пойти, хочется каблук, хочется ботфорта, но не хочется их портить. Вот. Идеальные, да? Угу. Джинсы классные. Эти джинсы мне нравятся. Смотрите, здесь даже не дырки, а вот такие разрезы, отверстия. Неплохой фасон, что они с низкой посадкой расширяются. Только вот это, конечно, слишком аккуратно выглядит, да? Ну, для меня вообще не нравятся. Но почему фасон-то хороший? Вот эти как-то некрасиво выглядят. Зато ты можешь сюда вытащить ноги, а они будут болтаться сзади. Что они обработанные. Как будто сильно правильные. Шу настроена как-то очень радикально. Я мягче. Я признаюсь вам, настроен мягче. Ну, а вот юбка карго. Ну, здравствуй. Ну, неплохая, смотри, зато какая она длиннючая. Вот у меня 184, и даже мне она в пол. 5000 рублей. Можно лучше найти, Саша. Ну, это просто прыжок в последний вагон, потому что карго надоело, но она неплохая. Шу, ну, пожалуйста, молю. Давай хвалить. Ну, вот, мы с вами смотрели кожаные бомберы в Труссарде. Цены, вы помните, 50 тысяч и чуть ниже, если со скидкой. Этот бомбер, ну, тоже не дешевое удовольствие, 14 499 рублей. Кожа натуральная, он неплохой. Этот бомбер неплохой. Размер, единственное, хочу понять. Это М-ка. Смотрите, М-очка. Ну, такая вполне М-очка. Да нет, это хорошая, да. Такая нормальная М-очка. И хочется самый большой теперь размер еще найти, понять, можно ли парням это рекомендовать, как укороченный вариант бомбера. М-м. Цель есть? Ну, вот я ищу что-то большое. Нет, что-то нету здесь. Ну, наверное, Элька есть. Здесь у нас отсылочка к Прадо, прям вообще в прямом смысле слова, даже с кожаным ремнем. Ну, такое пальто на синтепоне, на не очень холодную осень. Хотя можно и зимой на свитер носить. Цена нормальная, 7999 рублей. Ну, качество. Ну, качество. Ну, качество как качество. Ну, Нормально. Нормальная курточка на осень. Рада, не рада. Так, гангстерские костюмы. Давай оценим лацканы, может быть, их улучшили. Ну, кстати, лацканы как будто вы чуть улучшили. Смотри, вот здесь хотя бы пришли. Блин, нет. Вот с этой стороны вроде бы ровненько, а тут вот опять какое-то вот, видите, такой прогиб, закругление. Нитки торчат. 8999 рублей. В общем, если вы не включаете режим бабка-рогов, если вам все равно на красоту лацкана, то в целом неплохо. Цена нормальная. Ткань синтетика. Саша, ну трэш, ну извини, конечно, ну посмотри. Один такой длинный лацкан, другой такой длинный. Она сегодня придира. У нас есть режим бабка-рогов, есть режим придира-шу. Красиво. А, они эти брюки повторили. Помнишь, были какие-то такие же, другого цвета. Смешные, кстати, брюки, мне они нравятся. Такие, видите, как они выкроены, как бананы. Такие брюки-бананы симпатичные, должны в итоге фолдиться. Здравствуйте. Здрасте. У меня есть автограф Васильева. Так. А вашего нет. Вот, давайте, срочно это исправим. А есть ручка? Ручку, сейчас я, это тут у меня внуки. Ой, как мило. Ну. Ну несите ручку. Ваша мама. Да, маме привет передам. Вы знаете, как бы, если есть автограф Васильева, то автограф Рогова это просто обязательно. Ну вот смотри, придирышу. Ну. Вот смотри, Саш. Ну некрасиво же, вот и дешев, смотри, все полоски. Ну конечно некрасиво. Давай это покажем, смотрите. Вообще, ткань в полоску или в клетку очень сложно сшить. Вы видите, вот идет линия, здесь она соединяется, потом она опять расходится, потом опять соединяется, здесь все криво. Цена изделия 4599 рублей, но это не значит, что это должно быть исполнено так. Тем более, почему я об этом говорю. Для нас, для всех, МАК, это в любом случае замена Зары. И в Заре тоже не все вещи были феноменального качества, но вот таких оплошностей там не допускали. Маме привет. Передам. Как вас зовут? Елена. Я его в Минске, Васильево. Елене. Здравствуйте. На память. О встрече. Я каждый день вас смотрю. Спасибо вам большое, Елена. Маме привет. Маме передам, ручку забирайте. Спасибо большое. Пока. До свидания. И комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, ладно? Ну в общем, брюки неплохие. Мишу прям реально придирается, жесть. Что ты там шепчешь? Я говорю, шу супер богиня. Вот неплохая вещичка мне нравится. Такой бомбер из ткани без резиночки снизу. Бомбер стоит 7999 рублей. Такой бомбер жакетик. Ну неплохой. Ну так по факту. Да? Немножко 60-е. Еще смотрите. Я молчу, молчу. Очень халю. Еще смотрите. Еще смотрите. Мы в рандеву с вами сейчас видели. Хвалю очень сильно. Мы в рандеву с вами видели бежевые ботильоны с широким голенищем. Вот в Мааге здесь есть вот такие с более узким голенищем и на молнии. Тоже похожие на Кейт. Эти стоят, кстати, недешево. 7999 рублей. И я так понимаю, что кожа натуральная, симпатичная. И очень красивый удлиненный мыс. Сумки здесь появились. Фоновая, нейтральная, маленькая графичная форма. Есть вот такая сумка, которую можно превратить в клатч. И здесь есть зеркало. Посмотрите на Машу. Вот как она выглядит. Маш, тебя видно? Ой. Ладно, сумки и сумки. Потрогай. Пайто-халат. 5999 рублей. Ну, на ощупь, конечно, максимально синтетическая ткань. Ну, такая гладенькая. Шу, ну вот ты вспомни наших героинь, которые ничего, кроме, например, масс-маркета, никогда не носили. И для них вот это ощущение пальто – это норма. То есть, если у вас было когда-то кашемировое пальто или пальто из стопроцентной шерсти, конечно, вот это для вас на ощупь будет не самым приятным. Ну, а так, ну, пальто черное-черное. Все на него налипнет, конечно. Но фасон неплохой. Ну, смотрите. Какое пальто-халат. В общем, я сегодня добрый полицейский, шу, злой. Очень злой полицейский. Нет, ну я хвалю, если есть что хвалить. Ну, вот такие ботильоны, немножко Сен-Лоран здесь есть на высоком каблуке. Стоят они 5999 рублей. Кожа ненатуральная. Кожа ненатуральная, поэтому они столько и стоят. Ну, такое, конечно, все просто ужасно коряло. Я тоже начинаю гундеть. Оно все не отутюжено, не отглажено, не отрисовано. Ну, это уровень дешманского бренда. Вот ты сравнил, например, с лайм. В лайме, конечно. Да, намного. Да. Ну, правда. Это как говорит Маша Минагарова, когда есть что с чем сравнить, будет победитель, будет проигравший. Маак проигрывает лайму. Это очевидно. Мы, кстати, делали обзор лайма, вы его наверняка видели, и там была не вся новая коллекция. Недавно мы были в Екатеринбурге, обомлели просто от всего того, что в лайме можно найти, что купить. Туда пришли новинки, и в стиле Прада, вот эти юбки с цветочками, и какие-то пальто, как у Маржела, с драными краями. Очень там все хорошо. Очень симпатично, да. Очень хорошо. И обувь классная у лайма. Ну, там небольшой выбор, но все, что есть, оно классное. И очень удобное. Ну, вот, ладно. Я встретил первый более-менее адекватный лацкан. Смотрите. Ну, хотя бы жакет этот отгладили. Может быть, он отвиселся, конечно. Но здесь хотя бы ровный угол. Вот, видите? Вот здесь ровненько. Вот. И ровный угол. Ну, хоть так. Ну, вообще клетка должна совпадать на этом лацкане, не на этом. Ну, об этом Мак еще не знаю. Ну, вот сейчас узнаю. Тут диковинки. Красный тренд сезона. Есть, пожалуйста, красный жакет. 6999. Симпатичные ботильоны змеиные. Мне они нравятся. Сколько стоят? Они классные. Сейчас посмотрим. А, вон там ценник. Так, ботильоны 5000 рублей. Ботильоны 5000. Вот тут пальто все в нитках. За, не знаю, сколько ценника тут нет. 5999 рублей. Вот такие сапоги в стиле 70-х. Широким голенищем. В принципе, телевизионные. В кадре будут смотреться нормально. Подходят ли они для жизни? Я не уверен. Цена их... Ну, тоже 5000, наверное. А-а-а! 12000. Ну, за 12000 можно и покруче найти, конечно. Вон в рандеву идете. Вот ботильоны. Найфы в стиле Баленсиаго здесь у нас есть. Ну, пожалуйста, если вам нравится стилизация лукбуков Рогов Шоп. Вот мы используем практически такие, только от Баленсиаго. Кстати, Шу, надо запомнить. Нам иногда для стайлинга нужны вот такие эластичные ботильоны. 4999 рублей. Это No Money Core. Ага. Мак. Ну, вот это, в принципе, миленько. Да? Нет? Что-то мы заходим в Мак, и сразу так грустно становится. Так тоскливо. Почему? Ну, почему-почему? Потому. Давай вот это похвалим. Давай. Вот неплохо. Смотрите, такой стеганный тренчик. А вот это ничего, да? Да, симпатичный, хорошо сделан, швы ровные. Видимо, какая-то другая фабрика, возможно, шила. Стоит тоже нормально, 7999 рублей. Он на синтепончике, такой средней теплости, на кнопочках. Вот здесь такой пояс встроенный с обтяжной пряжкой. Ну, неплохой, да? Ну, ничего, да, ничего. Смотрите, цвет такой невнятный, то ли серый, то ли голубой. Ну, окей. Выглядит дороже, чем... Реальная стоимость. Ну, вот, кстати, ничего. И даже сделано неплохо, смотри. Швы ровные, бусинки. А тебе нравится она на ощупь? Ну, не очень. Она как на крахмальной подушке в отелях. Такая хрустящая. Ну, ладно, это нормально. Такие бусинки здесь вместо пугучи. Вот тоже симпатично. А это вот нам даже куда-нибудь для стайлинга подойдет. Ну, вот, неплохие две вещи. Я не все ругаю. По факту. Реабилитировалась. Все по факту. Вот по факту хороший отдел. Трикотажные брючки, трикотажный лонгслив, трикотажный джемпер. Вот в поездку. В поезд плюхнулись и поехали. Куда там? В Ярославль, да? В Кострому. В Кострому. Вот куда-то туда. Есть еще в шоколадном цвете. Есть еще вот такой симпатичный жилетик. Вот вы помните, да, в Труссарде жилетики мы ругали и курточки эти стеганные. А это прям модный жилетик. Смотрите, как хорошо исполнен. Здесь эти завязочки. Завязочки вот здесь зачем-то в подмышках, правда, непонятно зачем. Но я бы их прям не завязывал. Пусть это все вот так болтается. В принципе, неплохо. На ощупь приятный. Такая тоненькая плащевочка, да? А, ну что себе? Стоит 4999 рублей. Видимо, чтобы не задувала, Саша, конечно. Это чтобы не задувала. О-о-о. Э, воно как. Вот дизайн-то где. Да, вот, нормально. Нормальный жилетик. Люблю такое. Ну, кстати, ничего. Неплохая блуза. Да, супер. И скрепа. Такая рыхлая ткань. Блуза стоит нормально 2999 рублей. Делаем 70-е. Джинсы клеш, голубые джинсы прямые, трубы, неважно. Вон, ботильоны обуваем, пальтишко сверху набрасываем и идем гулять. Мне немного нравится вот это платье, такое в стиле 70-х. Хоть чуть-чуть дизайна влаги мы нашли. Мы хотели даже его купить, да? Да, мы даже хотели его в одном из городов купить, но не купили, потому что что-то симпатичнее нашли. Ну, такое платье тоже в стиле 70-х. Если вам 70-е нравится, стоит 4599 рублей. Но здесь очень глубокий вырез, сюда в любом случае нужно какую-то пододевалку. Либо черный топ, либо бежевый, не знаю, рыжий. Кружевной лифчик можно? Ну, лифчик кружевной. Ну, типа того. Да. Ну, так. Ну, качество на троечку. Прям качество на троечку. Ты тоже расстроился? Да, я что-то расстраиваюсь, хожу. Вот тоже симпатично миу-миу немножко. Такое пальто-тренч из хлопка, смотри, с такими трогательными накладными кармашками. Вот здесь кармашек у нас на рукаве. Собственно, больше нигде. И вот такие листочки здесь мы с вами видим. Стоит 5999 рублей, но похож скорее на какую-то рабочую униформу, да? Такая роба. Ну, не знаю. Ну, миу-миу. Вот сюда внутрь надеть эту юбку в складочку короткую, толстовку серую. И сверху вот такой пиджачок-плащик. Вот тренчик ничего. Давай покажем нашим зрителям. И даже бейчкой обработан. Ничего себе. Валить будем. Мак, вы что? Мак, вы что? С катушек слетели. Во-первых, 5999 рублей. Во-вторых, этот тренч объемный. Даже с ипалетами, даже с фурнитурой. И, внимание, вы готовы? И, внимание, он внутри весь, посмотрите, обработан косой бейкой. То есть все швы закрыты, нет подклада. А я вам уже говорил, что если нет подклада, то вещи-то в производстве очень дорого обходятся. Вот. Мак, можно похвалить. Ну, ткань не первоклассного качества, скажем так. Но это прям вот похоже на правду. Давай, по факту. А на правду. Так. Но мяться будет жесть. А это самый большой размер? Не знаю, какой это. У меня руки везде вот так. Смотри. Да, короткие рукава. ХС, С, М. Ну, видимо, вот это Л. Такой нормальный. Но, видите, мы не все ругаем. Не, нормально на самом деле. Только длина рукава не подходит. А так вот если... Ну, вот вместе хорошо. Да. Ну, вот лук. И ведро сюда бери свое. Вот лучок с вещью из мак. Мы берем, добавляем сюда ведро. Это такой творческий акцент. Как-то надо вот так возьмем. Да, вы уже видели белые колготки шу, лоферы. У нас здесь горошек. И сверху бежевый тренч. Симпатично. Ну, вот точно. Симпатично. Мы не все ругаем. Да, симпатично. Симпатично. Вот еще одна симпатичность из натуральной кожи. Косуха. 14 499 рублей. Такая простая. Вот для моей мамы. Я бы сказал, что это взрослая косуха, потому что здесь нет никаких лишних элементов. Адаптированная. Не претендующая глобально на рок-н-ролльность. Такая курточка на молнии косой. Хорошая. У меня в руках, кстати, XS. Это прям хороший объем. Давайте посмотрим. Ну, здесь опять какие-то маленькие размеры в зале представлены. Вот есть M. Это хорошая M. То есть я так понимаю, что если есть L или XL, это будет... Хорошо сидеть. Да, будет неплохая куртка. Ну, такие авиаторы до сих пор актуальны. Кстати, вот это неплохо. Это рубашка из тофты. Смотрите, она держит форму. То есть такая ткань с памятью. Видите, я ее сжимаю, она как будто бы сохраняет этот объем. И мне нравится вот этот валан. Очень красиво все это вшито. Я могу отметить качество швов. Пуговички обтяжные. Смотрите, видите? То есть пуговички обтянуты этой же тканью. И стоит эта рубашка из тофты 4599 рублей. Очень хорошо. Цвет спорный. Вот если здесь есть еще... Здравствуй. Если здесь есть еще в черном или в каком-то другом цвете, было бы хорошо. Воровка. Хорошая вещь. Ну, кстати, смешная. Мне нравится. Да, это прикольно. А тебе как будто бы все это в луке сразу подходит. Я вообще обожаю телогрейки. Это классная. Да, прикольно. Это хорошая телогрейка. Классный капюшон. Еще можно ее как под одевалку использовать под пальто, если поменьше размер взять. И цена супер. 3999 рублей. Хорошо. Маша, рядом с тобой. Осторожно. Рубашка классная. Вот, смотрите. Классная рубашка из денима. Мне нравится, что здесь нет вообще никаких элементов. Только пуговицы от джинсов. И необработанный край. Вот. Хорошая вещь. В общем, в этом зале вещь посимпатичнее. Ну, вот пальто. Вот нижний слой. Видишь, вот-вот-вот он. Вот надели прям под жакет. Вам тепло, хорошо. И даже стилево смотрится. Да. Стилево. А если холм и капюшончик коп, и все? Да? Да. Рубашка 4599 хорошая. Прям классная. Вот это классная рубашка. Ладно. Этот зал прощения. Шу расхарахорилась. Раскочегарилась. Поподохновилась. Мак полюбила. Ну, норм. Ну, нам понятно, хочется еще больше, но в целом это хороший овер. Вот, пожалуйста, обратите внимание на великолепного качества куртку. Претензий нет. Пуговицы добротные. Швы ровные. Из моды не выйдет никогда. Супер. Хорошо. Подходит? Да. Мне нравится. А возьмет ли шу эту куртку, вы знаете, в наших соцсетях? Они уже знают ответ. Нет. Я знаю, какой. Конечно, возьмет все, что мерила. Смотрите. Укороченная такая рубашечка. Проходите. Укороченная рубашка с резиночкой. Это резиночка. И вот мне, например, резиночка нравится, а шу почему-то не нравится. А что тебе не нравится? Не знаю. Такое типа драпе на спинке. Колхозно как будто бы. Да? Угу. Нормальная рубашка. Что? Нормальная рубашка. Стоит всего 2 999 рублей. Нормальная. Нет, типа ее обрезали, да, на самом деле, но все подвернули. Да. Не знаю. Ну что значит, типа так и было. Хорошая, красивая. Мне нравится. И юбочки в складочку здесь тоже есть. А, это еще и шортики, смотрите. Видите? Чтобы как бы там ничего не вылезло. Где? О, а тебе не кажется, что это ровно та же ткань почти? Нет, она не такая у нас поплотнее. У нас были красные тренчи в Рогов Шоп, лаковые. И очень похожий эффект. Он даже был не лаковым, а таким муаром как будто бы шел. Вот, пожалуйста, здесь есть лаковый тренч. И что мы сейчас делаем с ним? Мы наденем его на Оленьку. И купит ли она его, вы узнаете из наших соцсетей. Ну, опять рука вкратка. Ну, хотя даже ничего. Подожди. Даже пояс длинный. Нормально. Нормально? Угу. И мне нравится, что ткань достаточно плотная. Она все-таки держит форму и не висит соплей. Это хорошо. Да. Это хороший. Хороший. Универсальный какой-то лук. Хороший. Все подходит. Тренч рекомендуем. Цену называем. Если находим. Находим. Цена 8999 рублей. Нормально. Поперло. А вот это смешная какая-то штука. Ну, это прямо на коротышеньку. Вот это? А дай я померяю. Смотрите, есть вот такой бомбер. При этом это бомбер пончо. Вот с такими дырками для рук. Но мне почему-то кажется, что это очень маленького размера вещь. И дырки высоковато. Ты же будешь в дырки руки засовывать? Где дыра? Вот дыра. И вот дыра. А ты знаешь, это прикольно сидит. Это сидит лучше, чем предполагалось. Смотрите. Да? Ну да, кстати. Это прикольная вещь. Ну еще у меня рост метр семьдесят восемь. Дизайн. Да, это хорошо. Мне нравится. Ну, наизнанку. Ну, хотя ты как будто бы сотрудница авторемонта. Дорожная служба. Ольга Шу выезжает на ремонт автотрассы. Да? Ну, это нормально. Ну вот, видишь? Да. Пока не примерили. Пять тысяч девять девять рублей стоит вещичка. И вот эти сапоги мне тоже нравятся. Рекомендую контент-креаторшем. Стоят шесть тысяч пятьсот девять девять рублей. И на вечеринку потом тоже будет не жалко обуть. Потому что, ну, как бы, стоит недорого. Можно обкоцать и немножко их ободрать. Что там балетки примеряют? Фу, они уродские. Уродские просто. Носик такой сделали. Фу, не аж. У тебя как будто нога оттекла после перелета. Просто жесть. Ужасно. Но выглядят, в принципе, со стороны неплохо. Вот такие металлизированные. Если хотите эффект отекшей ноги, купите эти балетки. В магии. Ну вот блузка викторианская неплохая. Какая? Неплохая. Вегетарианская? Вегетарианская. О, смотрите, версачизм. Вот такие ботфорты эластичные. На двойной платформе. И на устойчивом каблуке. Стоят они, внимание, 6999 рублей. Тоже для контент-криэйторов, для вечеринки, для какой-то съемки. И вообще, кстати, на же фолове это и смотрят стилисты. Собирайте, пожалуйста, свой стилистический гардероб. Потому что вы вечно в панике бегаете, не знаете, где взять обувь. В итоге клеите подошву скотчем, чтобы ее не испортить, если это обувь магазинная. Покупайте себе перманентно прикольную обувь. И, например, вот такие в гардеробе стилисты, в чемодане стилисты точно могут появиться. Потому что они любой базовый лук сделают нестандартным. Ну и Ростика тоже в модели добавят. Да? Батегу Венету нашла. Вот Батегу Венета. Все здесь, все здесь. Сток Батега Венета в Маге. Смотрите, это рубашка-куртка. Вот Шу сейчас фукала, а мне кажется, что прикольная. Нет? Нет, я фу про исполнение. Я забуду уже про исполнение, бог с ним. Это прям Батегу Венета. Одна из последних коллекций. Да, и, по-моему, Праду что-то было похожее. Да, это прикольная вещичка. Ой, мне очень нравится. Это не банальная курточка. Вы издалека как будто бы идете в рубашке, а на самом деле на вас вот такая утепленная рубашка-куртка. Очень симпатичная. На самом деле исполнение нормальное. Она уже просто там расхарахорилась, раскочегарилась. Нормально сшито. Нормально, смотрите. Чуть-чуть здесь кривоватенько, но не страшно. Хвалишь там, да? Нет. Нет, идея хорошая, но просто исполнение дурацкое. А можно вызвать мне, пожалуйста, дизайнера вот этих штанов? Что это? Что это за... Раскрытие. За раскрытие в боковом шве. Это кому нужно? Вот тут вот. Жесть, трэш, ад. Шу, давай ставить оценки. Давай. Сначала было тяжко. Ну, тяжко было при входе. Потом раскочегарились. То есть я предлагаю к Магу вам всем тоже относиться как к поиску сокровищ. Вы идете и вот так тщательно хихика, выискиваете что-то классное, с хорошим лацканом, хорошего качества, что-то добротное, прикольное, интересное. За дизайн я все равно поставил бы трояп. Потому что странных, неактуальных вещей больше, чем современных, важных и нужных в этом сезоне модников. Правильно? Правильно. За дизайн 5, Inditex постарались для Маг, за обслуживание. Чистоту, ну, все хорошо, на самом деле, чисто, аккуратно. Все чисто, обслуживание хорошее, никого не видели в зале, это тоже хороший знак. Ну, и просто Магу передаем приветики. Хотим, чтобы вы продолжали развиваться. Развитие, на самом деле, налицо. Есть уже что-то прикольное, интересное. Очень много обуви. Хорошо, что добавилось обувь, хотелось бы сумочек, еще аксессуаров каких-то. Ну, все. Надеюсь, что они работают над этим. Да. Вы же работаете над этим. Проявитесь в комментариях. Здрасте. Здрасте. Огромный признак, и я с вами что-то величие. Ой, спасибо большое, очень приятно. Субтитание, Денис, спасибо. 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 Очень приятно, хорошего дня. Да, ну, что мне нужно вырастить. Выражайте. Спасибо. Я вас очень люблю, всегда смотрю, вы очень классно. Спасибо. Давайте обниматься. Да, давайте. Спасибо. Ну, и нам с вами пришла пора прощаться. Вы смотрели шоппинг-влог на Рогов Лайв. Мы для вас старались, подбирали, искали, находили, рекомендовали и обзирали. Это была Оленька Шуранова, это Сашенька Рогов. У меня новое имя здесь появилось. Бабка Рогов и я кто? Ну, а ты просто каприза. И все. И все. Да, комментируйтесь. Ставьте лайки. И всякое такое. Ваша активность очень важна. Все. До встречи на Рогов Лайв и на других классных площадках. А мы пойдем вещи покупать. Давайте. Вы узнаете, что мы купили из наших соцсетей. И вот так далее. И вот так далее. Продолжение следует...